Кинокомпания New Line Cinema представляет фильм Мы заложим то ли ключ, то ли шифр, то ли хрен могу знать Где-то здесь выкс оказывается, ой, выкс В патентке Агра Мы с вами ведем по квесту Хирурга нашли Ивон и Гавриков Вернее всю Ивон и Секту, Банду И последний Лаперутас отправил сюда Вернее пришло сообщение в Хико Сходи сюда, найти какую-то газету здесь, что ли Спасибо вам, ребята, что вы подсказываете мне в комментариях Ну, короче, подсказали мне, что она где-то в конце лежит прям на полу Ее надо сфоткать, ее брать нельзя, потому что она то ли намоченная, то ли сущая Ох ты ж, е-мое, смотрите, что это Хулиганы зрение лишают На, лови А, кого-то я там убил Кому-то не повезло Вот так вот, ребята Вот так, спать, военные опять Так кто тут у нас, хулиган? Ой, какой красный, на Лови Что у вас есть, что ли ценное? Поживися, побородерствовать Эй, братва О, нифига, кроме автоматов стародревних Где-то оно здесь на полу лежит, должно лежать Ведь его знает где? Где-то на выходе Хе-хе-хе, в Караганде Блин, ищу, ищу, и смотрю в книгу, вижу фигу, видишь бы контролёжа туда не появился, а то этот может Вот же ё-моё, твердкий тот Что-то я не вижу тут, в самом конце ничего И этот листок, который надо сфоткать А вот это, наверное, что ли? Газета-факты какие-то, сики его маму знают. Ну, наверное, это оно. Давайте, наверное, для начала почитаем, что там у нас было-то в сообщениях красных, когда бы с Хейко общались. Меченый Интерпол нашел дезертиру на большой земле и даже побеседовал с ним. Ключ к шифрам записан на газете-факты, которые этот вояк обронил в подземке агропрома, когда драпал с базы. Во, вот эта газета то, что надо. Если отыщешь газету, вдруг её не бери. Она может быть очень сырой или, наоборот, труплявой. Чтобы не повредить надпись, просто сделай фотографию главной страницы и сразу же неси это фото человеку в бар, у которого кейс с шифрами. Ой, елки-палка. Так, где у нас фотоаппарат-фотогенераторный агрегат? Блин, смотрю в книгу, вижу фигу. Никогда этот фотоаппарат не любил. Вот он, большущий. Блин, а какого тут фотографируешься-то? Я не пойму. Зумом или без? Блин, не хочет. О, есть! Ха-ха-ха! Просто взять вот так вот, выключить фотоаппарат этот самый... Тьфу ты, ё-моё! Фонарик! Хе-хе-хе! И вот так зумом вот сюда вот направили, прям в центр. Бабанс! И сфоткали. Хорошечно! Теперь, в следующей встрече у нас с вами будет в баре. Братишки, саламчик! Хе-хе! Калай, сын! Как бизнес у тебя идёт? Хе-хе! Ты чё-то это сама, а чё ты молчишь, как рыба-облёт? Шо ли, не тебе надо? Кому мы тут документы относили? Да, здравствуй! Хе-хе! Мне надо к ремонтнику. Да нету меня, нафиг! У меня постоянно аптечек, вагон. Как же ты достал? Вот бы дать тебе пинка, нафиг, а? Хе-хе-хе! Давно бы его ещё хвостили. Кому мы тут относили? Доцент, мне нужно проявление твоих профессиональных навыков. Красиво стерешь, Меченый. Зачем пожаловал? Слушай, у тебя без дела пылиться кейс с шифрами военных, переданный тебе Ворониным. Ха-ха! Воронин у нас теперь передаст, ёвки-палки! Надо запомнить. Я раздобыл ключ, который позволит использовать их по прямому назначению. Да ну! Да ну, вот и гну! Взгляни на фото. Боже, это как раз то, что нужно. Но ещё необходима сама информация, что расшифровывать. Хе-хе! Вот эти три приказа. Отлично, сейчас посмотрим. Быстро не получится, очень сложная кодировка. Слушай, я заплачу тебе авансом за расшифровку документов по 20 тысяч за каждый лист. Только шевелись быстрее. Хорошо, я согласен. Как только будут результаты, скину тебе смс. Во! Интересно, где в кипляшу. Да когда же он мне скинет-то смс? Меченый, я нашёл вход в какую-то подземку недалеко от разрушенного моста. Скидываю координаты. Дверь заперта, но интуиция подсказывает мне, что наш клиент здесь. Так, это где около разрушенного моста? Это на Юпитере, ёлки-палки. Как мне подтягиваться? Тебе сюда нельзя. Тебе сюда... Пока не надо. Дверь основательно блокирована, и взрывать её нет смысла. Если из подземки есть другие выходы, то хирург уйдёт. Так, интересно, где в кипляшу, то что ждать что делать? Какой план? Забираем информацию о том, что за объект за дверью. Попробуй запросить данные у своих. Блин, а мне это что делать? Хорошо. Я попробую поспрашивать в баре. Заодно дождусь информации от доцента. Ага, вот оно что-то. Надо с кем-то поговорить. Может быть баре... Не трать время. Нужно обязательно проверить другие пустующие лаборатории. Многие из них связаны подземными туннелями. Надо попытаться захватить хирурга изнутри. Так больше шансов застать его врасплох. Через главный уход будет слишком шумно. Я схожу в Х-10, а ты осмотри Х-18. Удачи. Ага, хе-хе-хе, вот оно. Ребята, нам надо в Х-18, блин. Как я люблю эту хуаку самую чёрную и самую ужасную. Чё-то шумковатый. Ох, смотрите, ёлки-палки. Да тут вон сколько всего всякой мрази поешь. Нечисти, это кто такие у нас? А, это Упырь Касач. Спасибо большое. О, братишка. О, водяные, смотрите. Это вообще убить тяжеловато. О, на дыню. На, бубен. О, есть. Точно? А, это толстый зомби? Ёлки-моталки. Хе-хе-хе, хорошо, я тут патроны заставился, офигеть. Блин, дроби прикупил, 150 аж патронов. Надо же. Блин, опять эти, ай, полтердейцы долбаны, да сколько же можно, а? Ты тоже спать, родной. Потоп? Готов. Так, пионер всегда. Ох, бургеры, хе-хе, напугал. Девушка ты, Света. Что ж вы такие красивые систики? Так кто у нас здесь, а внизу? Что-то не поймёшь. О, что бургеры? Опа-ху-ху-ху. И эти мелкие появились. Блин, никого не буду обыскать потом. О, тут у нас новая бригада. Ух, хе-хе-хе. Пионеры, иди сюда. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, это страшно мне, я болезнь. Так, ты. Давай. Давай, да хорошенький ё-хе-хе-хе, ху-хе-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ганец. А богинь? Ах, ну, о, толстый какой, короче? О, еще, блин тута. А что такое что я не могу, чтобы товар достать? Перезарядочка, срочно. Спасибо, ребята. Блин, что-то я никак не могу к этому кавлику прорваться, кто такой там стоит, интересно? Это, наверное, тот, что нам нужен здесь, а. Всё тут, а? Всё, о-о-о, говорите, Кащей Бессмертный, ещё живой, ещё живой, и сдох, и спустил он смрадный дух. О, вот этот там нужен, вот он, всех моих бедных, зачинщик, где они тут ещё гады? Блин, я даже боюсь к этому кренчелю идти, кто там такой стоит, интересно. Ё-моё, надо всех кто-то пришатать, на то, что будут мешаться, разговор только заведёшься, как начнёт. Ох ты ж, бурка, лёх ты, пап, ты чё, я спрятался сзади-то, а? А ты чё такой некрасивый, а? Ладно, меняем тактику. О, убежал. Убежали? Убежали, куда ты? Ой, крёст, эль. Хе-хе-хе, хорошо, что, ребята, я люблю так твою прохождение. Я этот 18 полюбил с самого начала. О, видали, если метко стрелять, главное, чтобы пукан не поджарили здесь, а? То будет всё окей. О, хе-хе, тоже надо, хе-хе, они так хорошо отлетают, когда, если точно попасть. На полкингеломка сразу. Болень, два патрона. Засрем потратил, ладно, хрис, иди. Всё тут, ну ладно, мы уже, в принципе, наверное, уже идти на поклон. Кто там это? Ты кто такой некрасивый? Ага, вот где-то в комнате с эмбрионами. Не, я на втором этаже, наверное. А, опять вот этот огненный полтор-десяк? О, он, наверное, вот здесь. Да, вот. Как обычно. Ничего не меняется в датском королевстве. Ах, глядите, встать. Красавчика. Ох ты ж, смотрите, кто ты такой? Ты кто такой, некрасивый, э? Спасибо, Стрелок, что не разрядил меня обойму. Я профессор Устинов. Ёпти, моксель. Всякого в зоне видал, но говорящего карлика вижу впервые. Шифруетесь, что ли? И откуда вы меня знаете? Как же, разговоры сталкеров у костра по ночам только про вас. Да и сюда вы не раз захаживали. Мясо на пропитание мне подкинуть. Слушай, в смысле мясного пропитания? Ну, не знаю, по каким делам в Икс-18 бывали, но после таких заходов я на месяц с пропитанием был обеспечен. А один раз вы меня чуть не убили. Еле вернулся от заряда картечей. Теперь, как слышу, что Стрелок пришел, сразу прячусь в вентиляционную шахту и сижу, пока он не уйдет. А в этот раз еще выставились на показ. Совесть замучила? Я ведь мог. Да знаю, только не совесть, а голод. Ух ты, смотрите, точно отощал. Ой, ты бедненький. Ладно, рассказывайте, как вы до такого облика-то докатились. Эх, Стрелок, долгая эта история. Работал я здесь когда-то, да в других лабораториях тоже. Занимался перспективной медициной, секретной биологией и запрещенной селекцией. Потом я умер. Что? Умер? Не, ну похож, конечно. О, глаза, смотрите, какие зеленые. Погиб от несчастного случая в нештатной ситуации. Но так как моя голова хранила массу нужной для наших разработок информации, то меня мои же коллеги и спасли, пересадив мой мозг в тело из эмбриона карлика. Других тел у них на тот момент не было. Уж не знаю, спасение это или вечное наказание, но теперь я тот, кто есть сейчас. Ладно, профессор, продолжайте. А дальше ничего интересного. Меня держали в клетке на искусственном подкормке. Через полгода, когда я пришел в себя, со мной начали разговаривать и советоваться по линии наших разработок. Не хочу о них говорить. Черное это дело. Руководство устраивало такая ситуация. Она получала информацию от своего работника в полном объеме. Но поправлять мою внешность никто не спешил. Ладно, а потом что? А потом наступило 26 апреля 1986 года. И начались дикая суматоха и паника. Лабораторию бросили, персонал эвакуировался. Про меня забыли. Я самостоятельно выбрался из капсулы и несколько месяцев учился ходить и двигать конечностями. Питался брошенными запасами. Благо тут их было много. Делал себе нужные инъекции и спал под капельницами. Когда освоился, то обнаружил, что выходная дверь из лаборатории блокировала... А, блокирована из мне. И мой старый электронный ключ не мог ее открыть. Так и остался здесь жить. Начал экономить запасы. Затем начали появляться монстры. Лезли из всех щелей и аварийных проломов. Стало сложнее. Но я приспособился. Натирал келло бензином и старался держаться от них подальше. Зверево рычало, злобно шипело. Меня не трогало. Я ловил крыс. Жарил на газовой горелке и ел. Пил конденсат. Пока вот живой. Хм. А почему вы не вышли в люди, когда я открыл входную дверь? Да пытался. Но у меня стреляли всегда и все. В любом месте. Даже когда я пытался переключать свист пуль на трех чистейших языках. Один раз сильно ранили. Пришлось долго отверживаться и пичкать себе препаратами. Теперь я оставил в покое эту идею. В моей голове родилась идея получше. Хочу иметь человеческое тело. Ой, елки-палки. Как такое можно осуществить в дешних условиях? Стрелок, поверьте. Я не сидел сложа руки. Я работал в этом направлении и проводил опыт на крысах и тушканах. У меня есть идеи и четкий план. Но нужно время. Еще год или два. Да ладно. Бросьте, профессор. Я выведу вас отсюда и передам ученым. Они смогут вам помочь. Или, по крайней мере, у них вы будете в безопасности и не будете голодать. Нет, Стрелок, спасибо за заботу. Но я останусь пока здесь. Нужно закончить мои исследования, которые помогут мне вновь обрести человеческий облик. Ладно, договорились. Пусть будет по-вашему. Что я тогда могу для вас сделать? Есть две проблемы, которые я хочу попросить вас решить. Первая из них – эмбрион контролера для моих опытов, лежащий в сейфе на этом уровне Х-18. В нем я устроил схрон для своих скромных припасов. Дело в том, что сюда начали наведываться шаренные полтергейцы, не дающие мне проникнуть в глупо лаборатории. Они закидывают меня различным хлабом, как только почувствуют поганцы. Не понимая, чем я им не угодил. Но снова получать по голове тяжелой бочкой у меня нет никакого желания. Если принесете эмбрион, я отдам вам декодер, делающий доступ в лабораторию на Юпитере. Судя по всему, вы любите посещать подобные места. Ха-ха-ха, постойте, профессор, постойте. С помощью вашего устройства можно попасть в лабораторию на Юпитере? Да ради этого декодера я обещаю помочь вам. Ха-ха, вы к 17? Конечно, можно. Это секретная лаборатория, в которой занимались исключительно медицинскими опытами на людях. Существовала сверхсекретная военная программа «Пик Победы» по разработке людей-киборгов, идеальных солдат. Блин, профессор, невероятно. Дальше, говорите дальше. Я не принимал участия в этой программе, но по отдельным вопросам консультировал их специалистов. И в самой лаборатории бывал. Пару месяцев жил там и получил этот декодер доступа. Помню тамошнего руководителя, очень толковый и энергичный человек. Только мне иногда казалось, что он был совершенно безумен и одержим. Хотя, как хирург, он был просто великолепен. Так, что вы сказали, профессор? Безумный хирург? Как его звали? Да не помню я, Стрелок. Но вспомню, когда вы выполните и вторую мою просьбу. Потому что вижу вашу заинтересованность. Ха-ха, профессор. Вы не представляете, как мне хочется сейчас вас пристрелить. Но раз я дал обещание помочь, то держу его. Долгое время мое одинокое пребывание здесь скрашивал годовалый котенок. Я подобрал его, когда бывший хозяин погиб в одной из жарок на верхнем уровне. А он зачем-то таскал этого котенка с собой. Пушистику удалось выжить. Я его с удовольствием приютил себе. Довольно долго все было хорошо. Я заботился о Пушистике. Кормил рыбными консервами, подобранными с трупов сталкеров. Но вчера он пропал. В лаборатории его точно нет. Я все тут обыскал. Думаю, он выбрался наверх. Боюсь представить, что там с ним может случиться. Кровожадные мутанты просто расрезают его в клочья. Без этого милого пушистого конка шерсти я совсем тут одичаю. Отащите и поймайте его, пока не поздно. Далеко он вряд ли мог убежать. Прячется где-нибудь на территории комплекса. Лучше бы вы аквариумных рыбок завели. Эти бы точно никуда не убежали. Вот, елки-моцалки. Ох ты, шпоттеры опять появились. Ё-моё, блин. Ладно, потомок у нас на всех хватит. Как же и компьютеров у вас на меня. Так, где тут-то? Ну-ка, выходи, подлый трус. Нам нужен сейф. А, вот, что-то. Это вижу, синие эти гады. Ё-моё, сейчас всех их ромсать. И, пан, тонок. Ох ты, блин. Ну, по башке тоже получать неохота. Хе-хе-хе. Так. Где тут-то? Вот, вот, вот. Во, готов. Всегда готов. Смотрите, какая штука классная стоит. Офигеть. А, что я сюда приперся-то? Я же за сейфом пришел. Есть контакт. О, эмбрион контролера. Есть. Блин, надо бы средства свалить, пока мне тут пукан не пожарили. Хе-хе-хе. Еще один полтор появился. Смотрите. О, где дышащий. А, вот он. Это оно? Нет, это не оно. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. Это что тут такое? Горит. О, есть контакт. Шатал. О, летит. Летит. Тобака серая. Ёлки-палки. Давай, давай. Куда пошел. Хе-хе-хе. Ты куда пошел. Э. Вот, выскатывай. О, это вот тоже шатал. Ага. Кажется, вот таких вот тоже надо огненных шатывать. Что-то и кто-то до хрена. Вон, летающий. Угу. Все. Есть контакт. Хе-хе. Так, что, сразу несем или не несем? Ну-ка, сейчас мы попробуем этому кренделю сдать его на эмбрион. Контролера. Зачем он ему нужен? Хочет сам контролером, что ли, стать? Зачем он ему нужен? Так, будет ли диалог? Братишка. Хе-хе-хе, братишки. Эй, не хочет разговаривать. Наверное, котенка бусется что-таки ловить. Нашел, ребята, я его нашел. А-а, где-то он, вот он, здесь, а. Бегает. Короче говоря, рыжий кот. Я так и думал, что это рыжий. Котиняк, а-то как где? Куда убежал? Только что был, пока я запись включал, ушоль. Ёлки-моцалки, куда делся-то? Подмост, что ли, смотался? Хе-хе, только что, вот этот рыжий кот бегал, ёлки-палки. Я что-то буду, быстро бежит, блин, кошмар. А куда соскочил, хрен понять? Блин, где теперь его искать? Надо куда-то с биноктом срочно залезть. Так, ну-ка. А, вон он, вон он, смотрите. А-хе-хе, бежит, смотрите, кота. Лови кота за хвост. Э-э-э-э, давай, 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 ты чё, как тебя поймать-то, а? Ты котёнка? Давай, э-э, ты чё, сейчас я тебя поймаю, поймаю за хвост. Э-э-э-э-э, Х-18, ой, Х-18. Тёмная долина всегда по приколу была. Блин, то мы тут пьяных водим, а то мы котёнков ловим. Чё, куда ты хочешь убежать-то, а? Давай, ты чё? Смотрите, он быстро бегает, офигеть мне, кстати. Как тебя поймать-то, а? Ё-моё! Вот это задача! А, смотрите, котёнков ловить ещё не хватало мне. Какой бы углу его зажать нафиг? Давай ты, ёлки-палкин. Ты кот несчастный. Блин, чё его, может его пристрелить нафиг? Ты, котяра, э-э, ты чё, блин? Ё-моё, вот это да, когда поймать? Смотрите, вот это задача. Ой, есть! А, ура! Блин, какой как зажал его. Вернуть котёнка Устинову и получить декодер. Мои ребята сделали это! Братишки! Я сделил это! Я сделил это! Я поймал твои котёнки! Вот твой пушистый профессор! Спасибо, Стрелок! Молодого и безумного хирурга в X-17 звали P-1. Вот ваш декодер. Постойте, вы обещали мне имя. Хе-хе, это и есть его имя. Там всех сотрудников звали так, по сокращению от названия секретной программы Пик Победы. Только цифры у всех были разные. Чёрт, я ожидал большего. Спасибо за декодер. Надеюсь, он в рабочем состоянии. И до встречи, профессор Устинов. Новый путь. Ага, так, а чё за новый путь-то у нас? А, получается, у нас новый путь в X-17, да? Менчаный, вы просили узнать про партию медикаментов с большой земли. Так вот, заказчик до сих пор неизвестен. Но груз с КПП забрал отряд наёмников. Человек 10. Куда ушли, тоже неизвестно. Это пока всё. Ёк-могарёк, нафиг. Так, а путь у нас должен быть на Юпитере, да? Ты где? У меня, кажется, появилась возможность проникнуть в X-17. А ещё есть предположение, что хирург бывший сотрудник этой самой лаборатории. Да, путь появился у нас в X-17. Это хорошечно. Так. Ого! Я только добрался до радара, а ты уже здорово поработал. Попробуй спускаться без меня. Пришла информация из центра, что лаборатория X-17, скорее всего, замкнутого цикла. То есть, вход и выход один. Будьте здоровы. Ох ты ж, ё-моё. Ого, вот это да. Так, и так, и так. А почему Сахаров нам прислал сообщение-то? Вот это вот непонятно, блин. Интересный тайничок, ребята, обнаружил на речном вокзале. Вот он у меня. Я вообще не знаю, чей этот тайник? Ох, смотрите, завис. Ой, ё-моё. Это уже страшно становится. Надо свалить. Так, интересно, получится ли вот этого пулемета бомбануть? Ох ты ж, а что у меня на биорадаре? Эти гаврики не отображаются. А, ну у меня же ещё биорадар-то не доделан. Что я хотел показать-то вам? Вот, под ёлочкой. Так, а чей этот тайник-то? Сейчас отбегим, отбегим чутка в сторону. Вот он тайничок, мечный. Я боюсь, а хабар лесника. Ага, помните, он нам дал хабарон. Хватит нафиг, ты всё её мое хулиганешь. Всё понятно. Да, я вспомнил про этот тайник. Смотрите, ребята, топор. А вот теперь мы, в 17-ом, в котором лесим, блин. Хорошо, что если я не пришёл сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вы чё тут, а? Примеры, ёлки-палки, все такие страшные. Кстати, тут ещё один есть тайничок такой. Нехилый, вот здесь вот он. На козырьке вот там, на самом верхотуре. Сейчас, смотри. О, ещё кто-то живой остался. Чё, как я тебе говорил, не надо со мной разговаривать по-русски. Ну, тут залезть-то несложно. Только вот на самый верх. Надо. Ну, залезть можно. Отсюда нам надо вот сюда, и, ребята. Блин, артефакты эти, вот он, рюкзачишка. Ха-ха-ха, рюкзачишка. Во, научный комбинезон монолита. Патроны 12-7. Так. Хе-хе-хе, интересно, девки-пляшут. А чей-то вообще-то наоборот. Блин, опять тут на меня нападают. Я хочу посмотреть, чё есть тайничок. Стоять. Нычка наблюдателя. Тоже интересно, кстати, нычка. Потихоньку отозелени, не избавляем локацию. Как-то чё-то я, ребята, случайно зацепился за этот переход на затон, не в тот тердол. Ну, думаю, ладно, скажу, стволы, короче говоря, продам. Сильно много хлама у меня тут накопилось, нафиг. Ну, правда, новенький я целый оставил. Вот этому гаврику можно, в принципе, стволы отдать. Рад приветствовать лучшим баре зоны. Братанчик, так, вот ещё у меня тут парочка. Ага, вот один, два, да, два стола. О-о-о, хорошо, что-то пор теперь имеется, бля. Продадим, может, самлю его всё-таки казачью прикупить. Чё-то денег, два с половиной ляма осталось. Офигеть, на взносы них не хватит. И всё-таки я решил с обителем зла перетереть. Здравствуй, Федрира не видал. Ладно, это мы опустим. Хочу услышать про нестандартные тайники. И вот этот наш вопрос интересует, ребята. Блин, не то, чтобы настаиваю, но хочу предложить отыскать один нестандартный тайник. Слушай, нестандартный-то как? Да дело в том, что по моим агентурным данным, в саркофаге есть нычка с весьма полезным девайсом. Но никто не забитателей зоны её до сих пор не нашёл. И навряд ли найдут. Потому что тот, кто запрятал этот хабар, знал своё дело и знал его очень хорошо. Вот, чтобы искать этот тайник, и понадобится твоё нестандартное мышление. А заодно и опыт бесценный приобретёшь, который тебе очень пригодится в будущем. Хм. А этот кто-то не забрал, случайно, свою нычку? Может, нет её там? А народ зря напрягается. Да нет, не зря. Мои люди гнали этого сталкера до входа в саркофаг, там он скрылся. И где-то затихарился в потайном месте. Они обложили все выходы из саркофага и ждали двое суток, но так никто и не вышел. А пока ждали, прошла информация, что этого сталкера видели в районе блокпоста на кордоне. Видимо, ушёл из зоны на время. Но военные сообщили, что он был пустой. А раз он выбрался из саркофага, то путь у него был только один, через крышу реактора. Потому что все остальные выходы мои люди перекрыли. Как ты сам понимаешь, с рюкзаком он на такую высоту не полез бы. Так что рюкзак с его хабаром по-любому в саркофаге. И я думаю, что он где-то в районе исполнительных желаний. Так как все коридоры мои люди проверили, а к исполнителям соваться не рискнули. Побоялись радиации. И ещё, раз этот сталкер такой ушлый был, то и тайник он тоже, скорее всего, очень хорошо запрятал. Так что поискать придётся. Чтобы освоиться в саркофаге, предлагаю тебе сначала разобраться с тайником Монолита. Если ты это ещё не сделал. И только потом начать искать этот тайник. Ну, тайник Монолита и 13 сторожей мы уже нашли. Так что как два пальца об асфальте. А что за сталкер-то? Я его знаю? Его никто не знает. Он скользкий, как налим. Постоянно уходит от преследования. Потому что он скользкий, как котях. Погоняло у него то ли баклажан, то ли кабачок. В общем, фрукт ещё тот. Он вроде из долговских будет. Хотя информация непроверенная. А-а-а! Но этого вы никогда не найдёте. Даже не пытайтесь. Он как локоть, вроде рядом. А укусить его никогда не получится. Слыхал я за него? Способный пацан. Да, мы тоже не из хилых. Не такие шали рвали. Ну, так что, возьмёшься? Да, конечно, возьмусь. Мне как два пальца об асфальт. Как мне распорядиться хабаром, если найду я этот схрон? Всё, можешь оставить себе. Мне просто интересно, что там этот фрукт спрятал. Потом при случае похвалишься над ним. Ух ты ж. Да не вопрос. Скидывай инфу в ПДА. Уже скинул. Можешь искать. Жди, я недолго. Любопытный ты наш. Ха-ха, ребята, во. С помощью ручного телепорта попали прямо к саркофагу. Ха-ха, хорошо ещё. Давайте почитаем. Что же нам тут такое в КПК прилетело? Отклетело тайник кабачка. Вот сообщение от обители зла. Держи наводку на тайник сталкера по прозвищу кабачок. Ну и потом наводку получишь. Там должен быть полезный девайс. Ищи его в саркофаге, в район исполнителя желания. Для поиска этого тайника тебе нужно применить нестандартное мышление и обживаться саркофагой. Иначе ты его никогда не найдёшь. Советуй сначала разобраться с гораздо более простым тайником Мономитом. Если ты этого ещё не сделаешь. Что он имел в виду под нестандартным мышлением? Не имею понятия. Но тайник всё равно придётся искать. Ага, вот так вот давай. Ха-ха. Да тайник-то мы найдём. Тем более я его уже, ребята, нашёл. Осталось только вам показать. Всё это тут у нас интересно. Блин, я не знаю. Наверное, выключу я вот так вот. Хе-хе-хе. О, нифига не видать. Всё, что-то засветка какая-то идёт. Мы спускаемся вниз. На выход мы не пойдём, конечно. Хе-хе. О, что-то ошибительно. О, вот поняли. Да, где будем? Блин. Короче, вот сюда нам надо. Помните? Мы здесь первый тайник Монолита искали. Иду и первый рюкзак, и второй рюкзак убиваю. Короче говоря, вот здесь вот было это всё. А нам надо теперь... Вот сюда есть. Покажу я вам. Так. Вот он тут-то. Это вот где-то вот здесь вот. Переход! Ё-хе-хе-хе. Плохо вижу. О, вот это вот нам надо. Видите? Хе-хе. Щель. Хе-хе. Промежность. Ну, или как там. Вот как угодно, короче. Вот сюда. Так. Запрыгнули. Есть контакт. Ползём. Сейчас по крышу воробей. Несёт коробочку с аплей. Интересно, что там на кабачках придумал. Кабачки мы любим. Надеюсь, что-то... 100 тысяч патронов сейчас будет. Нужны артефакты какой-нибудь. Лен, вилки, капли. Так вот охота чего-нибудь такого. Что-то прикармани. Лен, вилки, капли. Телепорт на янтарь. Телепорт в бары. Телепорт на кордон. Хо-хо. Я не знаю для чего мне это. Что-то тайник нужен будет. Что-то какой-то дохленький хабар, ребята. Хе-хе, ещё похвалиться обителю зла, нафиг. Да за такой фигни ему в репку достучать надо. Всё. Если что надо, мы нашли. Можно теперь смело, наверное, в Х-17 направляться. Ну, Х-17 мы поняли. На Юпитере. Давайте сейчас на Юпитер вылезем отсюда. А то ни хрена тут не видать. А вот бар. Хе-хе-хе. О, ещё кто-то бар. Покажись, наёмники. Или монолит. Короче, непонятно. Хе-хе-хе. И нафига я сам своим пищиком сюда пришёл? Ё-моё. Ха-ха, придётся гасить неверно. О, постелы хорошо гасятся. Рашатся. Ох, эй-эй-эй-эй. Покажись, сейчас будет здесь весело, ребят. Ой-эй-эй-эй. Опять 25. Обходят. Хе-хе-хе. Обходят стороной. Сейчас мы им покажем Кузькину мать. Или Кузькина мать подсадилась бы к нам, было бы хорошейшно. Так, а что-то никто не хочет уползать. Я не пойму. Уже много должно было быть. Охрана. Алё. Хе-хе-хе. Господа сервисирухи. Власти давайте нафигю бы её. Хе-хе-хе. Блин. Придётся, наверное, самому пошухерить. Ага, вот, смотрите, невидимый. Ох, не квендрей себе, вот это, да. Вот это влепило душу. Ой-ой-ой. О, попёрли. Ха-ха-ха. Базурите и повлазили. Сварите, ребята. Сейчас пока перезаряжусь, меня тут точно пойду. Что стреляет? Ты что там хулиганит, а? Есть. Шатал ещё одного невидимого, слава богу. Что, что, спать? Хе-хе-хе. Что, всё? Желающих больше жёг? Хе-хе-хе. Нет никого, да? Хорошечно. Я думаю, стоит уже поднапрячем там свои пуканы нафиг. Я же иду искать. Ребята, раз, два, три, четыре, пять. Или всё уже? О-хо-хо. Так, что, какой тайник тут у нас имеется? Хорошечно, кажется, всех я пористовал. Вещи зомбирована. О, это тоже надо забрать. О, приколюха. Так, это кто таки были-то? Как обычно, монолит нафиг. Почему монолит хирурга хранят? О, мне ребята просили вот этой фигней полазить. Порашить. Ох, нифига себе, смотрите. С выхлопами. С выхлопами. С М-60. Блин, серьёзные парни. Хорошечно, они тут это самое. Блин, а где этот тайник-то? Ё-моё. Что-то я его не вижу в упор. А, ну да, я же попробовал найти, не знаю, где-то, может быть, внизу. Подскажите, ребята, в комментариях, где-то тайничок-то искать. Блин, ёлки-палки, опять туда надо идти. Короче говоря, ребята, давайте, наверное, уже с вами в Х-17 пойдём в следующей серии. А сейчас приступим к традиционному передаванию приветов. О-о-о, обязательно привет Олегу Трояну. Молодец, красавчиком. Хороший комментарий пишешь. Ой, ещё кто-то идёт, смотрите. Гости у нас опять. Какая наша труп ёлки-палки? Сейчас уже разбежался. Хе-хе-хе, ещё и себя подорвал. Фаберу передаю привет. Фабер, ты давай там не болей, на стримы заходи. Роману Скорпиону, который 4 рубля сегодня зарабатывает, тоже привет передаю. Хе-хе-хе. Илье Новичкову. Перевед обязательный. Меченому Стрелку передаю привет. Это само собой разумеется. Ну и хочу Старому Сталку передать привет, у которого сегодня круглое число, круглая дата. 4 тысячи подписчиков на канале. А на этом, ребята, давайте попрощаемся с вами. Всем спасибо, кто смотрел меня. С вами был я, Старый Сталк. А пока, ребята, всем пока. И до встречи в X17.